Чиновники городского совета залезли в карман пожилому одесситу. Сделано это, конечно, не буквально. Настоящей кражи не было, но из-за халатности местных бюрократов человек не может получить пенсию. Александр Владимирович Орлов 20 лет отработал докером-механизатором в Одесском порту. Работа тяжелая и вредная, а потому докеры имеют право раньше выходить на пенсию. Так он и собирался. Да не тут-то было. За годы работы контейнерный терминал, когда-то государственный, перешел в чужие руки. Обеспечить выплату пенсии одесситу обязана была американская фирма, акционерная компания «Серис Украины», которую руководство порта допустило на нашу землю. Фирма американская «Серис Украина», в которой я проработал 5 лет, ее нету с 2000 года. Нету ее учредителя, нету ее правоприемника. Должность у меня была там такая же самая, докер-механизатор. До сих пор эта фирма не снята с регистрации и не ликвидирована. Снять фирму с учета обязаны чиновники горсовета. Но им не досуг заниматься делами горожан. Там озабочены лишь тем, чтобы сохранить свои кресла. Мне объясняют, так как она не снята с регистрации, я не могу пойти на пенсию, так как льготные эти 5 лет мне не подпадают. Почему из-за халатности, из-за нерасторопности представителей одной из служб профессионалов при горосполкоме, почему они не могут поднять свою точку и сделать это, снять с регистрации эту фирму, вообще ее упразднить. Из-за этого ведь страдают люди. Я получается обворован на 5 лет. Александр Орлов пытался лично пробиться в юридический департамент горсовета, чтобы получить хоть сколько-нибудь вразумительный ответ. Не удалось. Чиновники не хотят общаться с кормящим их народом. Я уже написал письмо Януковичу с приложением всех документов. Я напишу еще в Верховную Раду. Я дойду вплоть до Страсбургского суда. Видимо у нашего городского головы и его всех профессионалов аллергия на одесситов, понимаете. Видеть не могут, когда приходят люди. Чьей бы ни была фирма, американская или какой-то другой, а работали в ней наши граждане. К тому же Александр Орлов не один среди бывших ее сотрудников, кому полагается льготная пенсия. Защита их прав – прямая обязанность чиновников. Если они этого не делают, значит пора мэрскую команду менять. Вместе с мэром Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».